В Саратове побывал патриарх московский Евсея Руси Кирилл. Сотни горожан, несмотря на холод, пришли к Покровскому храму в надежде увидеть и услышать проповедь главы Русской Православной Церкви. С каким посланием он обратился к верующим и каких откровений ждали они, узнала Юлия Шишкина. Красная дорожка у трапа спецсамолета и усиленные меры безопасности. В Саратовском аэропорту встречают патриарха московского Евсея Руси Кирилла. Он вспоминает, что впервые приезжал в Саратов 45 лет назад. Тогда ему, учащемуся духовной академии, было всего 22 года и он носил мирское имя Владимир. Этот визит совсем другого качества. Вот мне и хотелось прикоснуться к церковной жизни, духовной жизни Саратовского, Саратовской области, Саратовской митрополии, пообщаться и с владыкой митрополитом, и с руководством области города, с тем, чтобы лучше почувствовать происходящие здесь перемены. Кортеж патриарха направляется к 10-му корпусу СГУ в новый университетский храм. Его строили около 10 лет, собирая пожертвования и преодолевая трудности с оформлением земли. Сюда организовано шествие верующих, колонны из разных районов города, приходов и воскресных школ. Все хотят лично увидеть, как глава Русской Православной Церкви совершает чин малого освящения храма имени святых Кирилла и Мефодия. Патриарх напомнил, что познания без нравственности опасны и привел в пример в 20-й век, когда на гребне научных открытий в России решили обойтись без Бога. Знания будут приводить в страшные последствия. И чем больше силы в руках человека, тем больше есть пожертвенности в этой гуманизации. И никакими человеческими усилиями гуманизировать личность невозможно. Вот почему нужно, чтобы при университете был храм. Вторым пунктом визита Патриарха Кирилла стал Покровский храм на улице Горького. Там он возглавил всеночное бдение. Несмотря на холодный ветер, сюда пришли сотни людей. Автобусы прибыли со всей области. Это группа из Воскресенского района. Украинка Лариса Воликова оказалась там волею судьбы, когда в августе с детьми бежала из горящего Луганска в Россию. В проповеди Патриарха Лариса жаждет услышать ответ на вопрос – за что? Для поднятия духа, потому что у меня сейчас тяжелая ситуация в жизни. Может что-то в ней придется. Желающих услышать напутствие было столько, что не все смогли попасть в Покровский храм. Остальные смотрели трансляцию службы по большому экрану.